И вновь доброго времени суток, еще это канал Комисс Продокс, и это игра Демон Зеркал. Ой, мы в прошлой серии расправились со всеми бяками. Я солгал, когда говорил о том, почему нахожусь здесь. А почему ты находишься здесь? А? Для Розе я просто первый встреченный в этом мире человек. Ну, это ложь. Я сказал ей, что хочу найти здесь кое-кого очень для меня важного. Интересно, стали бы мы друзьями, если бы я рассказала ей правду? А что за правда? И та девочка, вместе с которой мы угодили в эту ловушку. Может ли быть так, что она здесь по той же причине, что и я? Что она тоже хотела встретиться с Розе? Хм. Я одинока. Что насчет тебя? Ты тоже одинок? Значит, мы похожи. Сегодня я буду присутствовать на великолепной церемонии. Моя болезнь не позволит мне прожить долго, и поэтому, вместо того, чтобы мечтать о светлом будущем, я начала думать о том, какими будут мои последние мгновения и моей жизни. Забавно, не правда ли? Ну, что скажешь? Хочешь пойти со мной? Ведь быть одному это очень грустно, не так ли? Девочка, ты совсем охренела? Ты совсем охренела? Да, одиночество, в самом деле, грустно. Но, разве здесь вовсе не одна? Я спасу ее, я отведу в мир полной надежды. Да, ну. Прямо таки, да. А, что здесь делать надо? Пианино. Ну, точнее, это должен быть орган, если это церковь. Типа, души отпевают в церквях, нет? Заклинание перехода в зеркальный мир. Для этого нужно. На большое зеркало. Свеча. Что за знак? За несколько секунд до полуночи в абсолютной темной комнате. Зажги свечу и поставь ее перед зеркалом. Когда часы пробьют полностью, что-то произойдет. Теперь взгляд просто. Но совершенно не надо этого делать, ребятки. Здесь написано заклятие, с помощью которого Розе попала сюда. Но. Это неразличимые, нечитабельные слова. Самое важное, необходимое составляющее заклятия. Слава богу, я оказался здесь вместе с Розе. А? Здесь появились слова. Ой, книжечка. Покраснела. Потуши свет. Погасил свечку. Еще погасил свечку. Еще погасил свечку. Если что, мы засоявились. Бум. Потуши свет. Готово. Интересно, что произойдет. А что произойдет? А, а, а что произойдет? Сейф. Прямо таки сейф. Ох ты, ни хрена себе, доброе утро. Черный котенок как будто спит. Мне кажется, или я где-то видел его раньше. Возможно, это просто мое воображение. Нет, котенок! Котенка, живите! Где доктор Фрэнкеншин, когда он так нужен? В гробу лежит письмо. Воскреси кошака. Я хочу ее свет. Эй. Мы ведь часто играли вместе. Почему же сейчас ты так смотришь на меня? Кукла должна улыбаться, не так ли? Так давай же начнем. Прекрасные похороны. Люстра. Если она на меня свалится, мне конец. И что мне делать? Спрячусь в гробу. Все лучше, чем ничего не делать. Прости, котик. Хотите немножко потесниться. Киси, ой, скреси! Сань. Воскреси кота. Эй. Слышишь? Что слышу? Ну, уже проснись. Ой. Кто там? Стучится в нашу усыпальницу. Я люблю, чтобы спать, как я погляжу. Как-то здесь оказалось. Черный котенок. Ага, это была я. Она изменила мою форму, когда поймала. Но теперь все время вышло. И я снова стала прежней. Что еще за лицо? Да ничего, я просто рада, что ты жива. Прости за то, что назвал тебя тогда демоном. Ты ведь пыталась помочь Розе, да? Я призрак котенка, которого Роза однажды подобрала и похоронила. Демоны, призраки, это одно и то же. Так что мне все равно, как мне называют. Ну и... Извиняюсь, что доставила вам столько проблем. Между прочим, я Чер. В смысле, это имя дало мне Розе. Рад нашей встрече, Чер. Я Шуни. Я тоже рада нашей встрече. Не возражаешь, если я спрошу кое-что... Кое-что? О чем? Что ты вообще здесь делаешь? Ну, в зеркале. Знаешь, хоть черный цвет окрасит женщин, но мне он доставлял лишние приятности. Потому что я кошка. Люди говорят, что черные кошки приносят лишнее счастье и называют нас дьявольскими отродьями. Роза была единственной, кто позаботился обо мне, пусть я уже и была на грани смерти. Она почистила меня, положила в маленький гроб и окружила красивыми цветами. Не могу я сейчас расплачусь. Кошки должны жить вечно. Даже положила мне своего плюшого кролика, чтобы мне не было одиноко. И пусть для меня это было всего лишь играть в похороны. Для бездомной никому не нужны меня. Это было настоящим счастьем. Ведь кто-то, наконец, был со мной добр. И вот тогда я и поняла, что в ее зеркале скрывается демон. Поэтому, чтобы спасти раздей от него, я приняла здесь такую форму. Ведь в том же положении, что и я, не так ли? Да, все так. Но почему ты не рассказала нам все это при нашей первой встрече? Это бы избавило нас от недопониманий. Уверена, Роза тоже с тобой пополадила. Как я уже сказала, черные кошки – символ зла и неудачи. Представь, что такое создание вдруг бы выскочило из ниоткуда. Разве это не выглядело бы жутко? И это вся причина? Серьезно? Конечно. Ну, ладно. Но если бы ты была такой страшной, Роза никогда бы тебя не подобрала, согласна? Тогда, когда мы идем в Розе, думаешь, я смогу с ней заговорить? Она не испугается? Если не веришь, я так уж и быть все ей объясню сам. Тогда решено. А теперь идем искать Розе. На другие вопросы я отвечу на по пути. Давай. Но куда? Тут же нет дверей. Видишь дыры в полу? Люстра упала и пробила его. Наверное, у нас получится выбраться через одну из них. Я не знаю, куда она ведет, но уж лучше идти туда, чем оставаться здесь. Если не нравится такая идея, то сиди здесь, а я сама найду Розе. Конечно, я иду с тобой. Конечно, мы идем с ней. Эсэн пень. Черк присоединилась к вам. Я вообще не понимаю, почему черных кошек считают признаком неудачи или невезения. Нормальные цветные кошки, блин. Почему-то черноволосых людей не считают демонами всякими. Тут темно, но, похоже, безопасно. Здесь много осколковых зеркал. Да неужели, блин? Где вот убери, нет зеркал, скажи, пожалуйста. Зеркала. Может, нам удастся пройти через одну из них? Только не вглядывайся пристально, кто знает, что ты можешь там увидеть. В нашу первую встречу ты разбила зеркало, через которое мы могли бы выйти отсюда. Зачем? Это было подстроено, чтобы поймать Розе. Зеркала здесь выглядят так, будто через них можно выйти наружу. Но все, обман. И что же это значит? Неужели выхода отсюда нет? Есть. Через истинное зеркало, которое очень тщательно спрятано. Когда найдем Розе, я отведу вас к нему. Значит, все же она может вернуться. Хорошо. Что-то не так? Да нет, ничего. Что ж, тогда сейчас нам нужно как-то пройти дальше. Вот именно. Так что давай проверим все эти зеркала. Зеркало, зеркало, где ж ты настоящий? Что это? Что это? И то, не то. И это не то. О, а это уже куда-то ведет. А, 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 а что это значит? Мне кажется, али в зеркале видно дверь. Так много кукол. Жутко, жуть какая. Такое чувство, что они могут начать двигаться в любой момент. Двигаться, не двигаться, а разбить зеркала они вполне себе могут. Могют, умеют практикьюить. На стене что-то написано. Может, раз это уже здесь проходило? Эй! Не трогай меня! А, почему? Не задавай глупых вопросов. Гаптофобия? Боюсь, и с прикосновенья, да? О-о-о-о-о! Куколки! Эй, у меня предложение. Да, мне кажется, мы думаем об одном и том же. Какое совпадение. Ладно, как только я открою дверь, бежим со всех ног. Ох ты бить. А, нужно их оббегать. А не убегать. Окай, Гугл. Let's do it. Пальнять. Прям в тупик. Так. Пошли сюда. Пошли сюда, сучки. Что за хрень? Нет, заперто. Чар, отойди. Думаю, мне получится открыть ее силой. Да, маленький белобрусый мальчик. Нажимайте Enter, чтобы быстро открыть дверь. Та-дань. Тя-дя-дань. Так. Сказочник, да? Хм, радужная долина, башня молчания. Что же там было дальше? Что там было дальше? Ох ты. Что это есть? Так, и ой. Ручки он висит, ножки висит. Ах ты, играй вообще, кототы. Там не дворецкий мод. Хе-хе-хе. Undertaker, это ты? Братан. Мы вновь встретились, молодой господин. Разве тебя тогда не разорвали на части? Совершенно верно. И это было захватывающее. Но нет нужды волноваться. Здесь более чем достаточно пустых оболочек. Восхитительно. Это ты нас спас. Мы ведь обязаны помогать друг другу, не так ли, молодой господин? Между прочим, это мисс рядом с вами. Что за мисс? О, боюсь, боюсь. Что это за место? За кулисти, где собираются все такие, как мы. Так что, если вам некуда идти, то вы всегда можете найти приют здесь. Охренительно. Не правда ли, молодая сэр? Вы все еще пугаете меня, мисс. Впрочем, черные кошки хорошо видят в темноте. И идеально подходят для того, чтобы изгонять зло. Можно даже сказать, что они приносят счастье. Но времена изменились. Во прошествии лет черный кот стал считаться вестником неудач. Ах, это атаково вы ищете. Где же она? Как попала туда и почему? Итак, позвольте повториться. Я приветствую вас за кулисами, Грань Гиньёль. И в программе сегодняшней ночи пьеса «Гибель ведьм». «Гибель ведьм» — трудоголик мод. Ой. Это очень простое заклятие. Видите, тут сейчас изящно уставленный ящик. Изящный ящик. Который сбоку. О, не бойтесь, он абсолютно пуст. Или вы ожидали, чтобы оттуда вылетела моя милая птичка? Просто принесите четырех ведьм и положите в этот ящик. Ищите на востоке, севере, западе и юге, и обнаружите, что ваше желание становится явью. Ой, грандиозно просто. Конечно же, за каждой нужно побегать. Чито. Там. Железная дева. Сожжение. Ой, а куда я пришел? А, я хотела табличку почитать. Пытководой. О, инквизиция пришла. This is inquisition. Надо это уничтожить. Казнь через повешение. О, да. Моразм крепчал товарищей другим. Прошлые куклы теперь здесь. Да, вон. Лунная фея, солнечная фея. Звездная вон там сзади. Ладно. Ладнушки. Давай на этом закончим на сегодня. Это был канал NoCumis ProDocs. Сыграть демон в зеркал. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если не подписаны. Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошего время провождения. Слушаем за следующим видео. Пока.